Кому требуется, кому треба поклевать ракушку, тот будет клевать. Кому не нужно есть, а тот не будет есть. Есть каналы, которые раньше просили, сейчас не просят вообще. Есть такие, согласен. А есть те, которые вообще не просят. Так вот, это просто разные типажи людей. Попрошайки и не попрошайки. Это моя точка зрения, маленькая вставочка. Всем доброе утро, ребят. Приехал, я сегодня утром ездил, закупал ракушку, мешок целый. Купил кукурузу, дробленую кукурузу и дробленый ячмень. Потому что это самое доступное, самое дешевое. Пшеницы дробленой нету в том месте. Рыбную муку взял. Все, отруби у меня есть. В общем, за три мешка дробленой кукурузы, три мешка дробленого ячменя и 10 килограмм рыбной муки и мешок, там, наверное, не знаю, килограмм около 20. Ракушки я отдал 3,250. Честно заработанные с продажи птицы, с продажи яйца, деньги у меня идут на кормление своего птичьего двора. Потому что начали, да, недавно существуют такие есть каналы, которые постоянно, вот, ладно, когда там что-то просят помочь, а постоянно клянчат. Клянчат постоянно на корма им сброси, на животину им сброси, на постройки им сброси, на оборудование им сброси, да на оборудование, чтобы снимать канал тоже сброси и сбрасываются. Я вообще, блин, это, конечно, классно, когда сами присылают подписчики, зрители, да, они сами проявляют инициативу, им хочется это сделать. Но когда это в навязчивой форме, в завуалированной форме, причем с хитрецой, это все преподносится с охами и с ахами, как все плохо жить, помогите нам. В конкретности я сейчас говорю про канал Многодетной Ольги, она постоянно, систематически просит. А последняя капля была, это я вот посмотрел видео Розы, Андрей, канал Деревенский блокнот, я смотрел давно, когда у него еще подписчиков было даже меньше, чем у меня. Сейчас у него в разы подписчиков больше, значительно. Вот, не нужно говорить, что я завидую, я ничего не говорю про то, как он ведет свой канал и как ведет Ольга свой канал. Снимается все красиво с нужных ракурсов, с красивых моментиков, звук, сценарий. А Андрей не скрывает, что он готовит свой сценарий заблаговременно, чтобы он переснимает ролики. У него даже есть видео, когда он снимает по несколько раз, переснимает каждый дубль. А у меня на выбор красивых ракурсов, к сожалению, нет времени. Я вот что вижу у себя, то вам и показываю. Вот выгружать начал корма. Вот у меня 10 килограмм рыбной муки, ракушка речная для птички. Вот, поехал, купил корма, потому что вчера вечером я даже свою животину не кормил, потому что в ноль, вы видели, пустое место, где у меня все время зерно стоит, отруби. Но одними отрубями я же кормить не буду. Вот, и у меня не подымется рука, язык и совесть сказать, помогите мне приобрести зерно, корма, привезите мне их, да, и еще что-то. Нет, это из ряда вон выходящий, вообще абсурд. Человек с руками, с ногами, с головой всегда может заработать деньги. Было бы желание. А вот когда желание постоянно клянчить, а там же еще и Мороз Елена Васильевна, она постоянно дуру включает, ну это вообще отдельная песня, блин. Вот, а вот эти два канала, они огромные, у них 200 с лишним тысяч подписчиков у каждого. И вы представляете, они сколько зарабатывают на монетизации? Да вы о таких деньгах даже не мечтали вообще. Вы такие деньги получаете за год, сколько они получают за месяц. За год вы получаете, сколько они получают за один месяц. Очнитесь. Максимум, что вы можете восхищаться и писать в комментариях прекрасные оды, стихи, повести, поэмы. Но ни в коем случае никаких материальных помощй им не требуется. Даже если там 20 детей. Ребята, у них зарплаты огроменные. У них зарплаты минимум 150 тысяч в месяц, минимум, а то и больше. В два раза, возможно, даже. Вы видели, сколько их просмотров? Представьте, у меня малюсенький каналчик, у меня малюсенький каналчик в месяц 40 долларов. У меня 15 подписчиков. Давайте умножим 150 тысяч подписчиков. Это 400 долларов. Ну и еще плюс о нем. Тысяча долларов это минимум. Но у меня просмотров в 5-6, а по сравнению с Андреем в десятки раз меньше. Умножайте это все, пожалуйста. На 5 минимум, 2000 долларов минимум. А то и больше они получают. Они друг друга рекламируют, дабы увеличить свою аудиторию. Это правильный поступок. Я согласен. Но как они ведут свое хозяйство, и когда говорят еще и тыкают, что они настоящие фермеры, настоящие блогеры деревни. Прям хочется этому Андрею дать в морду, блядь, кулаком. Извините меня. Ой, эмоции какие нехорошие. Да, вот хотелось бы прям дать в пятак. Со своими пятью курами и пятью кроликами, блядь. Говорить, что все остальные, я не деревенский. Я не говорю, что я фермер. Нет. Я живу в частном доме, у меня свое подворье. Но так говорить о человеке, которая... Вы не можете... У нее 11 там или сколько детей. Они сейчас на самообучении. Надо с каждым позаниматься. Огромное там хозяйство какое-то. А она целыми днями ходит и снимает. С мужем они вдвоем справляются? Да не поверю ни за что. Не поверю ни за что. Там помощников, наверное, целая... Блядь... Орава. И вот это врать, что они своими силами. И вот постоянно клянчить на фоне этого. Нет. Они могут нанять себе. И показать, что у них есть помощники. За деньги. Эй, что, этого не... Это неплохо? А Андрей вообще... Это просто документально-художественные фильмы. Вот так я решил сегодня вам вылить в уши свои эмоции. А почему нет? Да, вот захотелось. Вот. Сейчас пойду кормить птицу, свиней, утей, всех кур. А то они у меня голодные. Корма только приехали. Вот. Сам пойду поем. Ну и дальше буду делать дела. Обязательно вам сниму. Сегодня приехала у меня посылка. С рассады от сады Урала. Посмотрим, какие саженцы, куда я их посажу. И обязательно я вам сделаю отчет, обзор по саженцам, которые я посадил осенью. Ну, как-то так. Извините, пожалуйста, за негатив. Не ругайте. А, может, и ругайте в комментариях. Вот. Возможно, заслужу. Всем пока-пока. Пошел я трудиться не по-настоящему. Не по-загородному, не по-деревенски. А просто как-то вот так. Вот такие ведерки по 20 литров с каждой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдемте корм мешать. Замешивать корм, да. Кто мешает, того бьют. вот так без всяких изысков без всяких там монтажей супер кадров носим и снимаем нам некогда выпендрежем заниматься но горожанам нравится красивая картинка реально им пофигу как там некрасиво и как неудобно им нужно красиво и удобно а у нас все вот так по простецки зато вкусно и натурально так ребят у меня вот такой таз огромный вот такой огромный таз здесь у меня сейчас чтобы дешевле было я уже сказал да я купил только авиа ячмень и кукурузу дробленую вот таких я засыпал 2 кукурузы 2 ячменя и по половинке еще добавил также засыпал туда у нас списанный попкорн так как у нас самоизоляции кинотеатр не работает вот да я еще работаю помимо всего прочего хозяйства и огорода сада как говорится работаю еще но сейчас на самоизоляции поэтому я полностью отдан хозяйству добавляю сюда отруби и добавляю рыбную муку и добавочку здрав кур вчера вечером птицу как я говорил и поросяточек не кормил поэтому я им сегодня прям сделаю побольше полную миску два раза так я в день кормлю кто не видел посмотрит замешиваю все время у меня всегда свежий корм всегда свежий корм так сейчас высыпаю это я старую рыбную муку и высыпаю весь оставшийся соевый жмых у меня больше его нету и в продаже кстати его тоже не было рыбную муку я купил сейчас я кстати развяжу добавлю еще немного мешки я не развязывая их разрезаю у меня этих мешков валом добавлю просто еще рыбной муки чтобы было вкусно и полезно и конечно же мне сейчас вот нравится здрав кур но я насыпаю меньше чем норма я уже добавляю всего лишь 4 ложечки раньше я добавлял 6 7 ложек 4 ложечки и вот так я все размешиваю ракушку купил я насыплю миску большую я целую ракушку речную рассыпаю им по лоханочкам они у меня кушают сами кому надо кому требуется как кому треба поклевать ракушку тот будет клевать кому не нужно есть и тот не будет есть и это я вспоминаю иногда как у меня дедушка говорил а ну и дети есть и разогрел как цебуля габус и тому и подобное какие-то словечки он вставлял свой оборот вообще не с нами с внуками так вот все перемешиваю я конечно уже знаю сколько мне нужно воды налить на какое количество трубе и зерна поэтому у меня сейчас все это делается быстро я этим занимаюсь не первый год вот возможно кому-то уже надоело кто хочет что-то новенькое я обязательно постараюсь освободиться как я и говорил что у меня будут видео интервью с птицеводами я очень хочу освободиться по возможности еще с знакомыми друзьями встретиться пообщаться на тему птицеводство чтобы у вас было тоже понимание что такое птица как начинать хозяйство как его вести чтобы не бояться чтобы все у вас получилось ну не с первого но со второго раза точно чтобы было меньше ошибок потому что каждые ошибки это потраченное время усилия деньги нервы ходят сами двери открывают они у меня самостоятельные ходят инспектируют чтобы мыши не бегали они мышей ловят у меня кротов ловит кстати кошки как появились конечно большом количестве змей перестало появляться хотя в этом году я видел большую змею проползала но она просто еще не знает куда она попала кошки и змей ловит так что все хорошо будет все вымешал я вот так сейчас я все всю скорлупу из под яиц всю прям сразу свежую отварную тоже скармливаю птицы раньше я как-то побаивался высушивал предварительно еще а сейчас я вечером бросил утром помял скормил все вот так у меня держится комок но при нажатии он рассыпается все вот это мешанка готова и теперь мы идем кормить птицу вот кстати видите миску с ракушкой несу пойдемте 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 кушать вышел я из птичника вот пол тазика миски пол тазика корма у меня осталось это уткам и индюкам а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пойду сейчас я маранов покормлю англичаночку. Все отлично у меня. Маранка из Англии прижилась. Продолжение следует... Вот так. Покармите ли? Продолжение следует... Ребят, ну все, вот я накормил птицу. Так у меня проходит каждое утро и вечер. Всегда. Вот такими объемами. Вот такое время тратится на все про все. Плюс я еще, ребят, снимаю видео вам. И вот представьте, если бы у меня было еще огроменное хозяйство, а если бы у меня было еще дети, не один-два, а офигеть сколько, вы можете поверить, что такая огромная программа, такой огромный канал существует с помощью всего лишь двух человек? Да нет, ни за что. Зачем врать? Вот на моем канале, возможно, он и не интересен, потому что я говорю все время правда. Достаточно просто, как есть, никаких склок, никаких того и сего, пятого-десятого, никаких у меня афер не проходит здесь на канале. Понимаете? А если бы были ссоры, склоки постоянно, еще что-то, возможно бы и контент тут просматривался бы просто так пачками. Вот. Но я не буду изменять себе то, что я выплеснул сегодня. Но захотел и выплеснул, как говорится. Вот. А так, вы когда смотрите YouTube-каналы, вы хотя бы для себя понимаете, что это просто канал с красивым контентом, который вы смотрите, но это не настоящая деревенская жизнь. Нет. Ни в коем случае. А вот это люди, работяги. Они работают, зарабатывают деньги своим трудом и ни на кого не рассчитывают, и никого не просят, ни клянчат никаких денег, ничего. Выкручиваются так, как могут. И, пожалуйста, не пишите на таких каналах, что у вас грязно, что у вас скотина грязная, что у вас птичий двор грязный, что у вас птица там грязная, предположим, или еще что-то. Перед тем, как на красивом контенте снять что-то, там всю эту скотину вычесывают, моют, покрывают воском, гелем, лаком, а потом только снимают. Вы что думали? Не будьте такими наивными. Забыл снять, пришел вот доснимаю. Самое главное, что больших каналов много, они разные. И вот если сравнивать, например, у моих наблюдений, моих знакомых, в общем-то, в открытую просят есть, а в открытую есть и не просят, а есть вообще не просят. То есть три варианта. Просят в открытую, просят на завуалированную и вообще не просят. Так вот, каналы вот эти, деревенский кол... Как ее зовут-то? Колхозница, в общем, Мороз. Потом деревенский блокнот, вот этот Андрей. Оля Многодетная, вот это. Кто там у нас еще по прошайке великий? Ну там и мелких каналов много очень. Есть каналы, которые раньше просили, сейчас не просят вообще. Есть такие, согласен. Вот. А есть те, которые вообще не просят. Так вот, это просто разные типажи людей. Попрошайки и не попрошайки. Это моя точка зрения. Маленькая вставочка. Аккуратик. Аккуратик. Аккуратик.